А если вот в тапку дать реально? Ну попробуй. Не, смотри здесь. Аккуратно там. Ну, мало места. Оооо! Ой, фиг! Это как в секс-фасе! Касая сажи плечи! И шо вы думаете, она сказала? Да у тебя же счетчик не включен! Да и твой мерин с виду не кассист! Да у тебя же денег в миллион! Какой ты нафиг таксист! Всем привет! Сегодня я не один снимаю видео. Сегодня со мной Влад. Здравствуй, Влад! Спасибо за то, что согласился снимать со мной видео. Да, конечно, без проблем. Некоторые из вас, наверное, помнят, как я выставил картинку в Фейсбуке, в ВК. И вот она, вот она, та самая машина. Хозяин этой машины вышел на связь и согласился сделать обзор. Так что, ребята, у него здесь, кстати, тоже есть свой YouTube-канал, как вы видите. И, по-моему, это Инстаграм, да? Да, Инстаграм. Так что, если что, подписывайтесь тоже на его канал, ставьте лайки. Ну, так как второе неофициальное название моего канала – это канал «Зла и негатива», так что и дизлайки можете ставить. На самом деле, это не влияет на канал плохо. Так что и лайки, и дизлайки, не важно. Ну что, давай расскажи об этой машине. Вообще, как у тебя получилось, зачем ты, как ты пришел к такой мысли, что вот тебе захотелось взять именно Теслу, именно электрокар? Почему не бензин? Ну, вообще, это началось с Убера, потому что я работаю на Убере. И я отделил машину с братом на Убер. Но так как для меня это не подходило, и я мог получить номера на такси, на Теслу, поэтому я решил взять Теслу, в принципе. То есть ты считаешь, что оно намного выгоднее, да, ездить на такси, ну, на такси, но с электричеством. То есть это намного дешевле, чем бензин получается, да? Ну, во-первых, да. Например, это лучше купить свою машину, чем рентовать. Ну, конечно. Поэтому я решил уже, раз дают номера, решил взять Теслу, и все. Понятно. Ну, то есть получается, что… Так, и сколько этой машине уже месяцев получается? Уже где-то 7 месяцев в машине. И сколько накатал уже получается? Уже 17 тысяч. 18 тысяч? 17. 17 тысяч миль за 7 месяцев, за сколько, за 8 месяцев? 7-8 месяцев, да. Неплохо накатано, да. Ну, видимо, это стоит того. Ну что, давай посмотрим, что у нас вообще вот это вот интересное. Ручка открывается, то есть одним пальцем. Да. Ну что, давай я рассказываю, что у тебя здесь есть, какие тут функции. Да, посмотрим, может, монитор, садись, я саду сзади. Кстати, ребята, смотрите, интересная такая. Нажимаешь ручку, и стекло чуть-чуть раз и приопускается, чтобы открыться. Вот такие вот задние сидения здесь. Ну, они вообще-то черные, просто сверху здесь уже покрытие отдельное. Ну, давай посмотрим. Так, значит, давайте начнем с того, сидения, они оба на моторчиках, да, настраиваются? Да. И здесь есть память сидений или нет? Да, есть вот память сидений. На любого человека можешь сохранить, и потом на него нажимаешь, и все двигается. А, и даже вал ему, я смотрю. Да, зеркала, сидения, все двигается. А верхнее зеркало тоже вот это, или нет? Нет. То есть верхнее все-таки вручную настраивать? Да, только вручную и сверху. Понятно. Ну, давай посмотрим, что тут вообще функции какие есть, что у тебя тут есть. Я тут смотрю, игрули какие-то были. Да, так, ну, есть здесь браузер. Ага, то есть можно в интернете полазить? Да, в интернете полазить. Здесь показывается энергию, сколько ты используешь, и сколько ты можешь проехать, в принципе. То есть сейчас вот... Ну, я не сильно разбираюсь в этом, но... Как я вижу, видимо, 187 миль он рассчитывает на этом заряде, ты можешь проехать. Или нет? Вот здесь вот 283 мили, а вот здесь 187. А интересно, в чем разница? Ну, скорее всего, потому что, например, если быстрее 65 или 70 вроде едешь по хайвей, то она быстрее кончается. И когда я ехал на отдых в Джорджу, короче, у меня все быстро очень кончалось. Поэтому, например, я должен был до зарядки доехать с 50 процентами, батарея, и доезжал, например, 25-30. То есть, очень... Намного больше я использовал, чем должно было использоваться. Понятно. А так, в целом, ты доволен машиной, я как понимаю. Да, очень крутая тачка. То есть, вот я смотрю, ты здесь начал делать уже какие-то кастомные вещи, да? Вот это вот Alcantara или что-то. Вот этого всего не было с завода, да, я так понимаю? Да, конечно. И вот это все. Что у нас здесь интересного? Здесь у нас есть свет, который только ночью видно. Но здесь вот эти вот линии, они светятся. Ага. Ну, тоже прикольно. Вот. Так, это я понимаю, ты просто для телефона поставил, да? Да, для телефона поставил. Здесь такой небольшой сторож, короче. Ага. Здесь можно, значит, что-то хранить. Да. Здесь у нас капхолдеры, то есть, ну, два подстаканника. Там тоже что-то хранится, и даже два, да? Здесь у меня беспроводная зарядка, которую я купил отдельно. Здесь тоже, вон, короче, куча места. И там снизу два USB-порта. Ну, неплохо. Ну, то есть, с голоду не помрут твои устройства, любые, которые у тебя есть, да, получается? А так вот это вот обычный стандартный вид, да? То есть, когда ты ешь, у тебя вот эту карту показывает. Короче, самое главное, это карта на экране. Сбоку здесь, вот здесь, где P, это что мы... Ну, сейчас мы в паркинге, да. А, а ручка, кстати, здесь, она же не посередине. Не центральный тоннель, а вот она. То есть, наверх делаешь, она едет назад, сразу камера включается. Когда ты едешь, вот здесь вокруг все машины показываются, там люди, светофоры, все вот здесь показывается, на этом экране. Здесь скорость, когда ты едешь. И здесь батарея, и все, в принципе. Здесь всякие окошки вылазят, например, твои колеса, сколько там воздуха в них. Вот это вот можно просто камеру включить и ехать с ней включенной. А, это задняя камера. Да. И здесь можно нажать вот так, и что-то сказать, что ты хочешь сделать. Например, куда-то поехать, например, на карте что-то сказать, или включить какую-то музыку, или кому-то позвонить. Все, можно нажать вот так на кнопку вот здесь, и все, что хочешь сказать. Да, то есть, вот эти, что это за кнопки, еще вот одна, и вот другая. Да, это ролики и кнопки. То есть, вот это прибавляет и убавляет звук на музыку. О, нормально. Если ты ее нажмешь, то она останавливает музыку. А, то есть, пауза и play. Вот это, если ты наверх-вниз делаешь, это регулирует автопилот, то есть, сколько дистанции между машинами. Ага, это важная вещь. Если ты ее нажмешь, то она будет разговаривать, то есть, navigate to middle sex college. Не знаю, почему он так называется, но я просто увидел, что на карте есть, и то есть, вот я сказал, и она туда направляет сразу. А, ну вот. А это карты что? Это Google карта? Это Google карта, да. То есть, не какая-то не своя, не какая-то отдельная, а просто Google карта. Да, нажимаешь на настройки, тут можно выключить, чтобы толы не использовались, чтобы платные дороги. Да, платные дороги, бесплатные дороги. Да. А, автоматическая навигация. А, вот я смотрю, да, онлайн рауринг, это то есть, что это написано? Generates optimal routes and takes real-time traffic. А, ну, как Google карта и должна, собственно, делать. Ага, нормально. А что тут еще вообще имеется? Ну, вот я смотрю, понятно, кондиционер. Кондиционер вот так нажимаешь, вот так все открывается. Кондиционер можно вместе сложить, будет вот так одна линия. О, то есть, это вместо того, что ты решеточки в машине обычно вот так вот рукой делаешь, ты здесь вот настраиваешь все на экране. Вот это интересно вообще. Да, вниз, смотри, как угодно. Здесь выбираешь, какую скорость ты хочешь. Здесь, если сюда нажать, то это подогрев сидений. Отлично вообще. И вот в ноги дуть, в лобовой дуть и все. Вот я слышу, там даже что-то щелкнуло. Да, 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 там открывается что-то, если так нажимаешь, она открывает там. А вот я сижу здесь и не вижу, бардачок есть в этой машине? Бардачок есть. А, ну, мне его не видно. Вот эта вот кнопка, это включает воздух назад. Ну, вот да, она меня, кстати, сейчас дует. А, то есть даже вот маленькой этой Тесли, вот даже есть задние. Да. Бардачок, смотри, как открывается. Нажимаешь на машину и вот здесь кнопка. Главбакс. Опа! Она вот так открывает. Шайтан, ребята! А закрывается тоже так? А закрывается вот так. А закрывается вручную. Вот. Вот это да. То есть, подожди, без экрана ты его не откроешь? То есть, только оттуда, да? Получается, там нет кнопки какой-то своей. Ну, а что у нас еще? Ну, то есть, в принципе, газ тормоз, там все понятно. Да, газ тормоз. Фактически, крыша. Да, почти все крыша. Одно из стекла. А стекла, у них как автоподъем и автоопускание, и надо держать. То есть, все нажало, и оно пошло, да? Да, все автоматом. Отлично. Ну, и задние, я так понимаю, тоже. Вот, кстати, особенность. Я сел в машину, и я не знал, как открыть эту дверь. Смотрите, ручки здесь нет. Блин, оказывается, вот сюда надо нажать. И вот теперь... Не надо держать. А, и подожди. То есть, подожди, надо как-то одной рукой вот так вот. О, вот так вот ты ее открываешь. То есть, видимо, это все-таки другой рукой надо было делать просто, наверное. То есть, если я с этой стороны сяду, вот так вот я взялся за ручку, пальцем нажал, и дверь толкаю. А, ну, в принципе, разобраться можно, но, в принципе, я понимаю, что, когда твои пассажиры пытаются выйти, они всегда так же, как и я, тупили. Тупят, как только что я делал. Почти все. Абсолютно все. То есть, к этому надо привыкнуть, к этому надо приучиться. Ну, это такая вот интересная особенность. А вот, кстати, я смотрю, вот там вот, что, пустое место? А, нет. Все, вот до этого. А, ну, зато средний пассажир может даже ноги вот так неплохо поставить. А что, нормальная тема. Значит, два USB здесь, здесь у тебя там что-то есть. Ну, по сути, то есть, можно, каждый пассажир может еще и заряжать свой телефон. И там, ты говоришь, два USB. Там USB, да. То есть, все для жизни, в принципе, так предназначено. А сколько, сколько секунд ей надо до 60 миль? 4,5. Реально, 4,5 секунды и 60 миль. Да, 4,5. Вот это тема. Да. Да, это значит, это можно гонки устраивать, можно драгрейсинг делать. Да. А ты уже пробовал? Нет. Ну, так, иногда, бывало пару раз, но не специально. Не специально, да. И, кстати, на телефоне, там есть функция, за 2000 долларов ты можешь купить апдейт, и твоя машина станет не 4,4 секунды до 60, а 3,9. То есть, ты просто покупаешь скорость в машине. То есть, получается, по сути, здесь все есть уже сразу, изначально. Да, все есть. Потом, зависит от того, что ты хочешь докупить. Но техника уже позволяет по максимуму делать. Ну, наверное, кроме батареи все-таки, да? Потому что батареи ты же покупаешь сразу, выбираешь какую. Ну, батареи, да. Да, то есть, кроме батареи, вообще, все функции здесь есть. Просто они либо отключены, либо включены. Зависит от того, сколько ты заплатил. Интересная, получается, такая технология. То есть, по сути, ты можешь обновить, сделать апгрейд своей машины, не делая с ней, ну, на самом деле, ничего. Да, то есть, ты пошел онлайн. Куда-то в свой аккаунт, да, и добавил функцию, купил ее. Ну, ты покупаешь, а потом на машине скачиваешь. Ну, да. Отдейт, и все. Да, ну, то есть, все, по сути, софт на уровне программного обеспечения, да? То есть, никакое... То есть, вся техника уже есть. Это вообще, конечно, интересно. Ну, это, я так понимаю, вот эти твои, это не идет с машины, да? Это уже у тебя для камеры. Это дополнительные камеры для страховки, чтобы дешевле было. А, для страховки, чтобы дешевле было. А так у самой машины есть. Есть свои камеры, как мы вот разговаривали с человеком, да? То есть, у машины есть свои камеры, и как бы тоже свой, ты можешь записывать... Вот, можно смотреть видео. А, можно записывать. Сбоку, тут кто-то заходит, сзади, впереди, и там можно любые выбрать, какие-то клипы со снятые и так далее. Короче, все. Ну, то есть, в принципе, даже если бы у тебя не было вот этого, у тебя все равно есть еще и вот такие записи оставшиеся. Да. Ну, она хранит какие-то там видео. На свое усмотрение, получается? Ну, наверное, последние какие-то видео хранит, а потом дальше уже как бы их удаляет и сверху пишет. Как-то так работает. Нормально, так интересно. Ну, а что? Ну, давай посмотрим, что у нас. Давай посмотрим, что еще интересно. А, что еще есть интересное? Не знаю. Ты знаешь больше, давай показывай. Ну, есть Toybox, то есть, здесь всякие прикольные штучки. А это что за трах там был? Ну, понятно, что это не так читается. Ну, это можно биты, типа, делать здесь. Вот, кому это нравится, есть вот такая штука, то есть, ты нажимаешь на кнопку. Так, Fact on Demand, это что? Это что за пердешина? И, короче, в любом месте машины ты можешь сделать, чтобы она пукала. Вот детский сад-то, а! Да, можно прикалываться над клиентами, короче. А, нормально. Так, ну, Sketchpad, это рисовать можно. Писать, рисовать, короче. Ага, как Windows Paint есть. Да. Романс, это такой, это, романтик, короче. Она включает хит, включает костер и мелодию. Нормально вообще. А сиденья складываются, чтобы здесь плоское сделать? Ну, не совсем, но было бы, конечно, хорошо. Да. И вот эти два последних, это для автопилота моды, то есть, ты говоришь вот это, и оно включает снег на экране и музыку какую-то специальную для Крисмаса, то есть, такое. Интересно. Ну, это уже так, развлекуха получается в основном. Да, и здесь тоже включаешь, и оно, типа, дорога твоя светится и так далее. То есть, друзья, оно светится только на экране. Да, только на экране. Никакого проектора на стекле нет, да? Нет, 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 нет. Вообще нет, оно тебе скорость не показывает на стекле? Нет, только скорость здесь. То есть, всё управляется через этот экран. То есть, если этот экран кирдыкнется, то фактически машина, всё, конец ей, да, получается? То есть, надо менять экран, ну, либо ремонтировать. Интересно. С одной стороны, круто. С другой стороны, если вот экрану конец, то всей машине конец. Нет, ну, она всё равно едет, только ты не видишь ничего. А, то есть, ты можешь всё равно управлять, вот там, и ДНР поставить, да, там, вправо-влево, и... То есть, она всё равно поедет. Ну, то есть, получается, если кто-то тебе вот возьмёт, разобьёт экран, ты всё равно поедешь на своей машине. То есть, ты не застрял до конца. Да. Ну, это уже не так, не так плохо, как я подумал с первого раза. Я сейчас могу показать чуть-чуть попозже, как вот это всё посмотрим, что тут ещё осталось интересное. Я могу... Вообще, можно перезагрузить экран. То есть, две кнопки вот эти держишь, и весь экран чёрный становится. То есть, ты не можешь использовать поворотники, то есть, никакого звука и ничего нету, но ты можешь ехать. Ага. Ну, это как какой-то, типа, софт-презет или даже хокк-презет? Да, она просто, в основном, это, рестарт делать, как Windows. А, ну да. Рестарт делаешь, вот то же самое. Control-Adelead. Да. Короче, вот в Тесле есть игры, то есть, самые такие старые игры Илон Маск добавил, которые, типа, самые такие популярные были в старых временах. И потом он начал более-менее игры добавлять, типа... Шахматы можно поиграть. Шахматы, гонки, ты можешь рулём прям управлять и тормоз даже на машине использовать. Шахматы. Шахматы. Нормально вообще. Вот эта тема. Вот эта игра тоже из Стима, но чтобы на ней играть нужен контроллер, который у меня тут есть, то есть, ты подключаешь контроллер через USB и всё работает. Вот, есть какие-то, типа, нардов что-то, я точно не знаю, что это за игра. И тоже вот из Стима и из телефона Fallout, короче, такие игры, вот. И ещё есть вот Netflix, YouTube, всё, можно смотреть что угодно. И сервис включён в машине, да? Да, на год. То есть, не зависит от твоего телефона. А, на год. Да, на год. Есть интернет в машине самой и через какое-то время оно, ну, через год кончается и ты платишь там от 10 до 15 долларов в месяц. За вот эту вот интернет. За интернет, да. То есть, он соединяется через каких-то провайдеров, получается там сам по себе уже, да? Либо там через AT&T или Verizon, там возможно у них со всеми какие-то контракты есть. Ага. Ну, довольно интересно. Ну и давай последнее покажу, это reset, restart, точнее монитора просто. И вот так оно всё происходит. Короче, всё становится чёрным. Извиняюсь, что оно немного грязное. Ну, это понятно. Частично. Частично. Ты же должен пальцами-то пользоваться. Ну да. Это один из минусов тачскринов, в общем-то. Тут с этим ничего не поделаешь. И долго он вот так перезагружается обычно? Нет, максимум минуту. Даже на такой быстрее. Вот. Эта камера включилась. То есть, уже есть питание. Ага. Ко всему. Ну вот я смотрю, кондиционер как дул, так и продолжает дул. То есть, он не выключался. Смерть дует, можно ехать, только экран ты не видишь. И не можешь поворотники использовать. А интересно, автопилот в таком случае работает или тоже отключается? Не знаю. Да. Вот это я не пробовал. Вот злого появилось. Ну да, пошла какая-то загрузка. Да. И все. И все. Только нет интернета. Немного надо еще подождать, чтобы интернет вернулся. А, ну он соединится, да. И Bluetooth может быть не сразу. Да, я смотрю, вроде не показано, что он соединился. То есть, видишь, карта не совсем грузится. Ага. Ну да. Но это кэш, видимо, пошел. Потому что интернета еще нет, как я понимаю. А вот уже теперь появилось. Причем такой сигнал Wi-Fi показывает. Да, к чему-то подключился, скорее всего. А, к какому-то даже не мобильному интернету, а вот Optimum или что-то Xfinity, да? Ага. А вот сейчас опять нет. Сейчас опять пропал. Ну то есть, это придет, да, я так понимаю? Да. Так. А что здесь по подушкам безопасности? Ну понятно, вот здесь есть, да? Да, здесь есть. Где это еще? А вот здесь вроде все подушки. Ага. То есть, по бокам они есть, значит, и в остальном, значит, скорее всего, вот здесь для пассажира, ну, должно быть. Это сегодня уже, да, стандарт. Да. Где-то здесь куча их всех. Знаешь, что по бокам точно есть. То есть, по бокам и для задних пассажиров что-то еще есть, да? То есть, вообще, я так читал, что Tesla считается одной из, ну, чуть ли не самых безопаснейших машин. Да, да, да. Номер один сейчас. Все, в принципе, Tesla, все модели, да? То есть. По тестировкам сейчас номер один Tesla. Именно эта модель. Да. А, именно эта модель там уже еще. Да, именно эта модель. Вообще нормально. Да, посмотрим, какие у нее варианты есть там с багажником, я не знаю, что там у нас еще интересного можно посмотреть. Давай давай. Опа. Давай багажник посмотрим сразу. Что у нас в багажнике? Ооо. Короче, открываем багажник. Тут вот, в принципе, по местности вот так вот как-то. Вот так, то есть если взять, что здесь коляски как бы нет, то есть вот получается, ну, на мой взгляд, размер нормальный. Ну, нормально. Даже человек может поместиться. Даже человек может поместиться. Я когда-то делал обзор Toyota Corolla, и я залезал в багажник для прикола. Здесь вот еще есть... И под багажником есть место. Да, куча места, но я здесь как бы все напихал, все, что у меня есть. То есть получается, значит, запасного колеса нет, и если у тебя пробивает колесо, то что получается? То ты звонишь в Tesla, да, и они приезжают, приезжают чувак на машине и меняют тебе колесо бесплатно. Это будет тебе сколько-то стоить, или это включено все вообще в сервис? Ну, как я понял, пару раз вроде бесплатно, а потом уже ты платишь. А, то есть, ну, в общем, если сильно провинился, да? Не, вроде два раза в год бесплатно, что-то такое. А, вот так. А, то есть ты не узнал до конца. Да, то есть я не знаю. Так, а что же у нас под капотом, в моторном отсеке-то? А, ничего. Ничего. Мотор-то нет. Клавиатура. Клавиатура. А мышь есть или только клавиатура? Мышки, да, две даже. Ну, даже две мышки есть. Опа. И тут... Ой, а вот такого я не видел. Тут еще батарея и все остальное. Это какая-то просто обычная батарея? Ну, дополнительно к тем, что в полу, да? Да. У меня было такое, что меня вызвали на Uber, женщина. Я подъезжаю, у нее дохлая машина. Говорит, джамп старт мне сделай. Опа. Вот к этой подключаешься и все, за две секунды буквально. То есть это работает как обычный аккумулятор в обычной машине? Да. Он как бы не связан даже с теми, да? Еще те огромные батареи, которые под машиной, они очень сильно дают силу к этой. То есть я только подключаю, та уже готова заводиться сразу. Ага. То есть мощности хватает, сразу все... А что здесь за жидкости есть? Вот я смотрю... Только ваша флота. Да, бывает. А это что такое? А это я не знаю. А это на тормозную жидкость похоже. Ну, судя по вот этому значку, я так понимаю, что это тормозная жидкость какая-то. Тормоза-то здесь все-таки гидравлические, я так понимаю. То есть они же какие-то есть. То есть вот смотри, ну обычные дисковые тормоза стоят. Да, но у них какая-то система. Судя по значку, это как раз оно. Может быть. Значит, тогда смотри, а что тебе нужно делать с этой машиной? Вот ты ездишь, ездишь, ездишь. Понятно, масло ты не меняешь. Что нужно делать, ну кроме тормозов и резины? Что-то еще нужно делать? За 7-8 месяцев я вообще ничего не делал. Вообще ничего не делал. То есть только заливал это, мойку для... Амылайку. Да, все. Стекломой, как говорят в России, да? Хватает на очень долгое время тормоза на этой машине, потому что когда едешь, оно восстанавливает... Да, рекуперация, по-моему, это называется. Вот. То есть тормозит она тормозами именно когда тебе резко надо затормозить. А так она тормозит сама мотором. Так она, да. Сама как там тормозит. Вот. Интересно. То есть реже меняешь тормоза, резина, в принципе, еще у меня хватит нам на долгое время, я думаю. Резина хорошая. По крайней мере на год по-любому хватает. Вот. А все, ничего не делал, ничего. Делать с ней и не надо. То есть, ну, жидкости нет. Ну, вот тормозная жидкость, может быть, каждые три года все-таки надо менять. И раз она там есть. Ну, если она стандартная, получается, вроде как, ну, в любой машине считается по правилам, по книге, каждые три года нужно менять тормозную жидкость, независимо от пробега. Да. Может быть, у тебя тоже это, конечно, написано. Но, получается, кроме этого точно ничего и нет. Да. То есть, ничего делать не надо. Масло-то долить некуда. И у меня только вот недавно появилась первая проблема. Это с задней фарой. То есть, там просто... А, давай посмотрим. Да. Мы же снимаем честное видео. И минусы, и плюсы. То есть, вот это случилось. Если тебя запотевает вот это вот дело. Как я понял, это стандартная проблема у всех Тесл. Поэтому они должны бесплатно под гарантией все поменять. А так, без гарантии, стоит примерно 300 долларов поменять фару. И ты, значит, назначил, что они приедут к тебе домой, да? Да, на телефон зашел, сделал, выбрал дату, которую возможно. И все, там можно выбрать, если ты сам поедешь в офис. Скорее всего, это быстрее будет. А если, чтобы кто-то к тебе приехал, то, наверное, приходится подождать немного. Но я выбрал, чтобы они ко мне приехали. И, короче, я сделал где-то 20-го числа. И он приедет ко мне 6-го июля. То есть, примерно 2 недели ждать надо. Ну, нормально, не так все плохо. Тем более, это же не дает, ну, это не останавливает тебя от того, чтобы ты мог продолжать ездить. То есть, это не то, что машина стоит и все. Ну, в принципе, да, я бы, наверное, тоже подождал. Да, бесплатно сделают, час или два займет и все. Все должно быть готово, он уедет и все. Ну, а еще есть какие-то минусы? Вот есть что-то, может быть, что бесит, не нравится? То есть, о плюсах мы поговорили, очень все круто. Но есть же, должна же быть обратная сторона какая-то? Есть. А что такого вот можно... Самое, что бесит, это ручки и кнопки. То есть, особенно для Uber. Многие не знают, как открывать ручки. И как выйти из машины, то, что это кнопка, никто не привык к этому. Да, действительно так. И я убедился это на собственном опыте сегодня. Да. И еще, что бесит, это заряжать машину. Так как я живу в здании, где не могу подключить. В многоквартирном здании, да. Да. И зарядка очень далеко. То есть, минут 20-30 точно мне надо ехать только для зарядки, до зарядки. Я езжу каждый раз в аэропорт, в JFK, если кто знает. И поэтому это очень бесит. Поэтому, если есть свой дом, то намного приятнее будет. А так, сама машина очень хорошая, приятная и очень круто на ней ездить. А вот я вспомнил, по-моему, ты упоминал, что когда закрываешь дверь, она сразу запирается. Это вроде тоже тебя подбешивает, да? Да, это тоже немножко. Потому что вообще, в принципе, нормальная тема. То есть, ты уходишь от машины, ты ничего не делаешь, она сама закрывается. Да. Но бесит, когда ты только вышел из машины, она очень быстро иногда закрывается. Бывает, пройдешь, не знаю, минуту пройдешь от машины, только потом закроется. А бывает, вот сейчас мы только закрыли дверь и буквально 15 секунд она закрыта. А я рядом стою, у меня ключ, это мой телефон. То есть... А если телефон останется внутри машины, она не закроется. То есть, все, в принципе, умно сделано. А на Марс когда собираешься? На Марс? Ну, года через два, наверное. То есть, ты отдашь Элону Маску эту машину, чтобы он загрузил на ракету и на Марс, да? Так же, как он свой Тесла Роудстер отправил. Да, если он мне даст 50 тысяч за машину, то я куплю другую, сливишку, а эту он может, что хочет делать, даже на Марс отправить. А цвет, он не стандартный цвет, это не заводской, то есть, это ты, я так понимаю, обклеивал сам? Сам обклеил, да. Есть некоторые проблемы с этим, например, вот здесь. То есть, непрофессионал. И это, вообще, бампер очень трудно делать. И, как бы, это была одна из первых частей, которую я сделал, поэтому она вышла вот так. Но это самое худшее, что на этой машине есть. То есть, в некоторых местах есть, что чуть-чуть много отрезал там или еще что-то. В некоторых местах отходит, потому что не сильно помыл там или еще что-то. И мусор там остался. А так, в принципе, очень все нормально выглядит. Само это вот бампер. Но я куплю такой, это, как бы, спойлер вперед и попытаюсь это как-то прикрыть. Но зато сделал сам, да? То есть, не на сервис сделал, а сама... Ну, в принципе, для того, что сделал сам, ну, чуть-чуть, да, недочет. А в основном, вот, сбоку, например, я... Вообще, мне не к чему придраться, если честно, так посмотреть. Ну, вот, единственное, может быть, вот здесь что-то вот торчит, да? Да, ну, там чуть-чуть, здесь маленький кусочек, ну, да. Ну, это небольшой проблемой. То есть, если ты захочешь другой цвет поставить, раз, и другой цвет. А вот скажи мне, кстати, я действительно этого не знаю. Ты вот, ты когда обернул другой цвет, тебе нужно как-то это в DMV оформить, что у тебя машина другого цвета? Я еще не узнавал. Я знаю, что можно... Ну, вообще, это необязательно делать, так как по V-номеру она черная, и когда дверь открываешь... А, то она черная. Здесь, да, черная. То есть, вот это то, что считается. Вот это ее оригинальный цвет. Да. Конечно, черный. И цвет, типа, идет от того, что внутри. Ага. А вообще можно, как я понимаю, поменять, но не обязательно. Ага. Вот. Но я еще точно не узнавал все эти детали, я чуть попозже узнал. А вот она закрылась опять, да. Да. Только закрыл дверь, уже машина закрылась. Да, нормальная такая тема. А, но вот это, это тоже не свой черный цвет. Это матовый, это тоже обклеил тоже, да. Но это уже самое последнее было, выглядит вроде круто. Кстати, двери мы уже под конец сделали, их за 30 минут обклеил. О, то есть, самый четкий это дверь. Или ты тоже обклеил? Тоже ковер, это тоже что-то надо. Да, что-то купил. А без него оно какое, просто черное? Просто черное, да. То есть, так же, как машина сама, да, получается? Так, а это, я так понимаю, одна из видеокамер, да? Да, это камера, и здесь сенсор, чтобы открыть дверь, вот здесь. А, вот так, да, то есть, именно сюда подходишь, она видит, что ты подошел. Ну, карточкой. А, карточкой сюда. Ага, вот той вот самой, да, черный карточкой. Можешь показать карточку, чтобы просто все понимали, о чем я говорю. Ну, мы со стороны кошелька не будем снимать, что там, никакой личной информации. Вот такая, просто Tesla, и все. Да, это ее вот так, раз. А, и вот видно, что она открылась, и вот, я так понимаю, я могу раз, и открыть дверь. И вот, да, опять же, уже который раз я замечаю, что стекло чуть-чуть приспускается, когда ты дверь открываешь. То есть, когда ты ее закрываешь, оп, оно поднялось. Да. То есть, так получается, что она с этим стеклом не должна открыться сюда, поэтому она и опускается. Здесь есть рычаги, которые не опускают. То есть, если за вот это дернуть, называется emergency exit, то есть, если что-то случилось, и дверь не открывается, ты это дернешь, и она откроется по-любому. А, ну, это уже вот о безопасности речь. Да. То есть, чтобы ты мог вылезти из машины, если тебе это, ну, вдруг нужно. Да. Ну, а что с инспекцией? Смотри, у тебя нет никаких выхлопов, но у тебя есть инспекция. А что, собственно, там проверяют на инспекции? Когда я был, там буквально минута-две было, они просто проверили фары там, и все. То есть, просто лампочки проверяют, что все работало. А тормоза, по-моему, уже не смотрят. Нет, ничего не смотрят. Сказали, на Теслу бесплатно, чисто потому, что в Нью-Йорке нужно это. Вот. И вообще, это раз в год надо делать, но так как я на Uber, то... Да, так как у тебя Tils... Каждые три-четыре месяца надо. Четыре месяца? Три-четыре месяца. Три-четыре месяца. Да. Но я смотрю, вот у тебя, например, инспекция до января, аж следующего года вроде. Да, но у меня уже просрочено. А, подожди, нет, 21-го года? Да, но это обычно. То есть, я могу ездить, но на Uber я не могу. А, вот. А, то есть, ты сейчас не ездишь, получается? Да, уже четыре месяца где-то не катаюсь. А для Uber она не показывается? То есть, она какая-то внутри просто бумага лежит, получается, или что? В смысле? Ну, ты говоришь, это же отдельная, получается, инспекция. Ну, нужно сфоткать им Uber и залить эту фотку. То есть, если она не подходит, то они с каждой неделой. По ценам быстренько пройдем и все. А, по ценам, да, сколько стоило и, да, какая вот комплектация-то, да, действительно. Ну, короче, машина Long Range, то есть, большая батарея и немного быстрее, чем стандартная. А, вообще, машина стоит 50 тысяч. Вот. Это я сколько заплатил. Плюс, там, налоги. И Нью-Йорк еще 2 тысячи дали, чтобы, это, от цены, короче. Так как я купил электрическую машину, обклеивал я ее. Вообще, я узнавал, стоит 3 500 где-то. Я чисто купил материалы за 400 где-то и сам все обклеил. То есть, 3 тысячи сэкономил. В принципе, с этими проблемами, которые у меня есть, я доволен. Ну, остальное, там, по деталям, по мелочам. Ну, а что ты на нее что-нибудь тратил, какие-то деньги с тех пор, как купил? То есть, у тебя, я так понимаю, включена зарядка, да? То есть, за зарядку ты пока не плачешь. Да, за зарядку 2 года не плачу. А еще какие-то расходы были вообще по машине? Расходы были. Ну, вот, обклеил. Ну, да, кроме обклеивания, я имею в виду стандартные расходы. А, стандартные, ничего вообще. Вообще ничего. Да, вообще ничего. То есть, ты вот купил ее и все. Только то, что я покупал, вот, каверы, там, всякие, карбонфайберы, спойлеры и так далее. Ну, да, но это уже по желанию было. Да, по желанию. А именно такие вот обязательные расходы, вообще ничего и совсем нет. Купил машину, только платишь за зарядку. По крайней мере, год, может, два, смотря, сколько ты ездишь. А потом уже что-то надо, там, тормоза, резина и так далее. А вот я смотрю экран, вот она вроде закрылась, а экран включен. Это нормально? Потому что она не закрыта, машина. А, она сейчас не закрыта. Я дверь не закрыл полностью. Можно сказать, по зеркалам, потому что они закрываются. А, они сами складываются. Прикольно. Вот. Ну, что ж, ну, вроде у нас и так затянулось видео, так что, ну, спасибо за такой вот обзор, спонтанный, довольно быстро. Ну, и еще раз, ребята, у Влада тоже есть свой канал. И заходите, смотрите, оценивайте. И все, всем спасибо. Все до свидания. Все свободны. Спасибо, что решил пригласить и сделать видео со мной. Все подписывайтесь на мой канал, если вы желаете. И на него, конечно же. И все. До новых встреч. Пока. А вот сейчас что у нас, она включена или... Она всегда включена. А, то есть, ты просто сел и... Да, нажимай на тормоз. Нажимаю на тормоз и вниз ручку. А, здесь же вот здесь ручка. То есть, вниз... Два раза. Ну, просто сильнее надо вниз. А, вот так. И все, то есть, она едет, я отпускаю, она едет, да? Не едет, потому что там мод включен, то есть... А, что мне надо делать? Вот я сейчас пока держу. Не держи. Не держу. Она сама держит, то есть... А, то есть, просто нажимаешь на газ, она едет, да? А, ну, все, четко, в принципе. А, знаешь, что мне это напомнило? Я когда-то на электрическом подъемнике ездил, вот этот форклифт. Вот, вот, такая же фигня. О, все, я понял. Ну, то есть, короче, да, то есть, она не рвет там, на газ не нажмешь, что она сильно там... Да. О, а вот это уже реально не как машина настоящая. Вот это было нифига себе. А, я смотрю, она тормозит, когда ты газ отпускаешь, она тормозит, да? А, там модерн включен, да? А, то есть, это можно изменить. То есть, можно здесь, как обычная машина, что она просто накатом едет. Да, да, да. А так она тормозит до конца. О, ништяк! А так она тормозит... Ага. Сама тормозит до конца. То есть, я так понимаю, нужно, можно даже газом ехать и даже на тормоз не нажимать, получается. То есть, ты регулируешь... Я обычно на светофоре так делаю. Она сама останавливает. То есть, ты регулируешь скорость одной педалью и вообще ничего. Я раз и затормозил. Я даже не трогал. Опа! Я даже сейчас не трогаю. Тормоз. Сама. О! Классно! Не, ну, знаешь, конечно, да, чувство другое немножко. Вроде машина такая же, но не совсем. Ты говоришь, что это другое. Ну, прикольно. Конечно, да. Это такой опыт такой особенный немножко. Нормально. Я реально на тормоз не нажимаю, но это надо приучиться. Привыкнуть, да. То есть, я сейчас явно туплю, как бы сказать. Вот я сейчас могу притормозить, да, и повернуть. А если вот в тапку дать реально или лучше не надо? Ну, попробуй. Не, смотри. Аккуратно там. Ну, мало места. О-о-о-о! О-о-о! О-о-о-о! Это как в стык в шмак с разгон, я тебе отвечаю. И прикинь, это еще не перформанс. То есть, перформанс это еще как бы ничего, да? Да. Это середина, то есть. То есть, ты выходишь на Белт и ты можешь как бы втопить и сразу 60 набрать как бы и ехать с толпой. За 4 секунды 60, все, да. Так, ну вот здесь много машин, да, не будем здесь, да? Вот здесь никого нет. Попробуй. Это вот реально как вот с X-Flag когда ты вот так вот на самую высокую точку заезжаешь и вниз вот это идет и вот такой вот такой. О-о-о-о! Так, ну вот здесь можно тормоз держать, да? Ну, не обязательно. Просто если она стоит. А если она на N стоит, значит она просто вот с горки. Я смотрю катится. Да, она катится. Я нажимаю наверх просто делаю до конца. А вот так и уже камера включается. Все назад. И можно вот так вот задом, значит, туда-сюда. Блин, так прикольно. Слушай, да я еще один круг здесь. Да? Мне понравилось, хорошая игрушка. Прикольная. Так, значит, вот так и сюда, да? Да. Иди. О-о-о! Ха-ха-ха! Вот это да! Вот это супер! О-па! 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 Классно! Не, ну разгон, конечно, да. Все. У меня нет слов. Да, электричество это рули. Электричка рулит. Троллейбус классный! Где приедем? В Наоборот! Электричка! Троллейбус layer на 4-5issив уровень высшем уровне вида по프리. И trước гüttде. Дambать повторить. Или 돼.